Взаимная ответственность и уважение – один из важнейших аспектов в отношениях между государством и обществом. Государство должно заботиться о своих гражданах, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, создавать инфраструктуру, обеспечивать безопасность. Ну а общество со своей стороны должно платить налоги, иначе выполнение государством своих основных обязанностей станет невозможным. Конечно, каждому из нас хотелось бы не отдавать свои купюры из кошелька, но это невозможно, а потому «Заплати налоги, спи спокойно» – слоган, который будет работать всегда, и касается это и тех людей, которые сдают квартиры в наем. Итак, кто платит и когда нужно уплатить? Плательщикам подоходного налога в фиксированных суммах выступает физическое лицо – собственник жилого помещения, получивший доход от сдачи жилого помещения в наем. Подоходный налог необходимо уплатить вне зависимости от наличия либо отсутствия договора найма жилого помещения. Уплачивают подоходный налог за первый месяц, не позднее рабочего дня следующего за днем сдачи в наем жилого помещения, а в последующие месяцы – не позднее первого рабочего дня месяца. Важный вопрос – а сколько платить? Человек сам исчисляет и уплачивает подоходный налог по ставкам, установленным согласно приложению 2 к налоговому кодексу. Важное дополнение, что ставка за сдачу в наем жилых помещений определяется за каждую сдаваемую комнату в жилом помещении из-за расчета за месяц. По сравнению с 2023 годом размеры ставок для арендодателей на этот год в зависимости от места расположения недвижимости подросли в пределах от 1 до 3 рублей. В Бресте она составляет 44 белорусских рубля за одну комнату. Если жилое помещение предоставлено для проживания не на весь месяц, то налог необходимо уплатить пропорционально количеству дней сдачи в наем жилого помещения. Освобождаются от уплаты подоходного налога в фиксированных суммах собственники, предоставляющие жилое помещение молодым специалистам либо молодым рабочим при наличии подтверждающих документов. А вот если арендодатель решил сдавать жилье неофициально, то его могут привлечь к административной ответственности. Белорусские законы позволяют взыскать с неплательщика подоходный налог за весь период сдачи недвижимости и пенью за просрочку. Кроме того, за неуплату налогов на владельца квартиры могут наложить штраф до 15% от суммы долга по налогам. Так что такая игра не стоит свеч.